Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 277, феминизм наоборот. Привет, друзья! Сегодня мы немного отдохнем от Достоевского. Наш подкаст будет развлекательным и вместе с тем довольно поучительным, то есть направленным на то, чтобы чему-то нас научить. Причем вывод будет сделан гораздо более глобальный, чем наша сегодняшняя тема. Но прежде чем начать говорить про мужское движение, давайте немного поговорим о женском. Движение «За права женщин» называется феминизм. Так уж получилось, что на протяжении сотен и тысяч лет женщина была угнетенным членом общества. Естественно, женщинам это не нравилось никогда. Но полноценно феминизм развился в XIX веке, когда переход к промышленному производству и промышленная революция породили революцию культурную. В человеческом обществе стали возникать профессии, для которых женщина пригодна не в меньшей, а часто даже и в большей степени, чем мужчина. Раньше работа была преимущественно физической, и роль слабого пола, а именно так называют женский пол в русском языке, была закономерной. Теперь же появилось много бумажной работы, да и работа на станках часто не требует большой мышечной силы. Итак, женщина зарабатывает столько же, плюс имеет дополнительные обязанности в виде воспитания детей, приготовления пищи, уборки по дому. Так почему она должна иметь меньше прав? Именно такими вопросами задавались представители движения феминисток в XIX веке. С тем или иным успехом они боролись за свои права, становясь постепенно на одну ступеньку с мужчинами. Сейчас, по сути, практически нет юридической разницы между полами, по крайней мере в России. Более того, женщина имеет прав немного больше. Так, заботясь о рождении детей, государство ограничивает рабочий день для беременных женщин и предоставляет им отпуск по уходу за ребенком длительностью в три года. В общем, феминистки за сто с лишним лет добились своего. Кстати, СССР в западной пропаганде часто изображали так же, как сегодня изображают Северную Корею, как большую тюрьму. А между прочим, наша страна первой в мире уравняла права мужчин и женщин. Произошло это сразу после Октябрьской революции в 1918 году. Казалось бы, тема борьбы за права женщин уже не актуальна. Однако, активисты по-прежнему существуют. Только сегодняшний феминизм похож на попытки оскорбиться и обидеться на все, что нас окружает. Мне глубоко неприятна современная тенденция идти на поводу меньшинства, ограничивая в правах большинство. Фраза «идти на поводу» означает следовать мнению или политике кого-то или чего-то. Стоит оговориться, что феминизм не актуален только в западном мире. Традиционное исламское общество очень далеко от идеи равенства полов. Только там быть феминисткой, наверное, крайне опасно для здоровья или даже для жизни. Но пожелаем успеха восточным женщинам. Западные начинали примерно с тех же позиций и, в конце концов, победили. Вы удивитесь, но существует и движение за права мужчин. Его представители по степени безумия приближаются к современным феминисткам. Феминисток может оскорблять, к примеру, сексистский галстук у профессора. А представители мужского движения во всем видят уменьшение роли мужчин и чрезмерное влияние женщин в современном обществе. Некоторые из таких деятелей весьма популярны. Давайте послушаем подкаст, а в конце попробуем сделать выводы из услышанного. Итак, поехали. Попался мне тут недавно на просторах Ютьюба. Ролик занятный. Выступал мужчина лет 35 в самом расцвете сил, как Карлсон. Назовем его Миша. Заплывший малость, сразу видно, что за собой не следит и рассказывает о женщинах. Вернее о том, какие же они нехорошие. Как женщины угнетают мужчин, унижают их мужское достоинство. Как молодые женщины только и ищут, кому бы сесть на шею и не слезать до конца жизни. Какие они, женщины, хитрые и коварные. Я даже посочувствовал ему сначала. Кто-то совсем мужика до ручки довел. Того и гляди, лопнет от злости. Весь ядом и зашел. Нельзя так себя изводить. Для здоровья вредно. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. А если серьезно, хочется вспомнить монолог Чацкого. А судьи кто? У Миши на лице написано, что он лузер. Да и судя по видео, нытик порядочный. Какая нормальная баба с таким под одной крышей жить захочет? Вот и попадаются ему только моральные уроды. Те, кто использовать его хотят. В общем, на зеркало нечего пенять, коли рожа крива. А полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com Для этого вам нужно подписаться на платные выпуски. Заходите на страничку Membership Options Page и вы увидите несколько способов оплаты подписки, начиная от PayPal и заканчивая карточками MasterCard, Visa, American Express и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то осталось непонятным, смело пишите нам на почту tasteofrussian.gmail.com Ответим всем и до новых встреч!